Сегодня днем в Дзержинском районе обвалилась часть крыши девятиэтажного здания. Это произошло на улице Адриэна Лежена. Пострадавших нет. По предварительным данным, причина обрушения скопившийся снег и нарушение технологии строительства. А в Советском районе от снега расчистили почти все крыши. В администрации за этим строго следят. За неделю выписывают около 20 протоколов за нарушение в содержании кровель. Накануне город вновь накрыл снегопад. В Советском районе на расчистке дорог работают около 20 единиц техники. Александр Потенихин узнал, как ведут борьбу со снегом. В Новосибирске борьба со снегом идет полным ходом. Расчищают дворы и дороги. Однако кое-где работе мешают преграды. Зачастую снеговорьбе мешают сами жители. Несмотря на предупреждение администрации об уборке, многие бросают свои авто прямо посередине проезжей части. Как пример, это Тойота Плац, который стоит на улице Экваторной. В Советском районе на смену выходит около 20 единиц техники. С лопатами на подмогу порой отправляются и жители. Все понимают, что зима выдалась аномально снежной. Год действительно нелегкий был. И количество снега, объемы по вывозу, по очистке площадей достаточно большие. То есть, если в прошлый год мы могли пройти два раза, раз, два раза, какой-то двор, имею в виду механизированную уборку, в этом году уже третий-четвертый раз проходит техника. Большое внимание уделяют крышам, ведь от их уборки зависят жизни прохожих. В районе около 350 скатных кровель. Нерасчищенных осталось всего 13. Снег и наледь с них обещают убрать до конца недели. Иначе штраф. Мы достаточно жестко к этому относимся, потому что компромиссов там, где безопасность людей, у нас вообще нет. То есть, это принципиальная позиция, как главы района, так и, соответственно, наша. Если мы берем, например, по статье 8.22, навесы, сосульки, то это, если на должностной лице, это от 10 до 20 тысяч, если это юрлицу, от 20 до 40. С дорог советского района вывозят по тысяче кубометров снега в сутки. Жители уверяют, что во дворах сугробы тоже убирают. У нас нормально, уже четвертый раз, наверное, почистили механически. Дворник постоянно работает, чистит. Нужно не только убрать снег, но и увозить его на снегоотвалы. По прогнозам, мягкая и снежная зима сменится ранней и теплой весной. А значит, важно не допустить подтоплений. Александр Потенихин и Евгений Макаров. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Новосибирск. 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 Новосибирск.